Светлана Николаевна, как на Ваш взгляд за последние 5-10 лет поменялся уровень правовой грамотности нашего населения? Ну, следует отметить, что уровень правовой грамотности нашего населения за последнее время, конечно же, вырос. Если охарактеризовать того клиента, который обращался раньше к нотариусу и сейчас обращается за получением консультации, за оказанием квалифицированной юридической помощи, то сейчас это достаточно грамотные, образованные, читающие, интересующиеся граждане, которые могут поставить правильный вопрос, сформулировать его для того, чтобы получить соответственно ответ. Люди приходят уже подготовленными часто? Да, зачастую подготовленными, зачастую уже прочитав, изучив какую-то информацию, потому что та информация, те нормативно-правовые акты, на основании которого действует сегодня наше государство, они находятся в доступе, они находятся в сети интернет, на общеизвестных и доступных информационных интернет-порталах. Можно получить доступ к ним и прочитать тот или иной документ, касающийся той или иной сферы жизнедеятельности человека. С одной стороны, только плюсы, но ведь с другой, я так понимаю, зачастую взгляды и убежденности того, кто обратился, могут расходиться с мнением профессионала? Я прав и точка? Ну, совершенно верно. Порой мы сталкиваемся с ситуацией, когда клиент, изучив, по его мнению, нужный для него нормативно-правовой акт, вырезав из него необходимую для него информацию, которую он понял и которую он полагает, расставила все точки над «и» и ответила на все его вопросы, приходят и пытаются, так сказать, доказать это, получить подтверждение этому. Но ведь стоит оценивать нормативно-правовые акты в их совокупности, и поэтому только у специалиста, который имеет опыт, знания, можно получить правильный ответ. Развиваются, как мы уже с вами выяснили, и те, кто к вам обращаются, но я вижу и знаю, что развивается и сама нотариальная система страны. Какие новые виды услуг появились за последние несколько лет? Конечно, новые виды нотариальных действий, они действительно появились, и в первую очередь это вызвано все-таки развитием информационных технологий. На сегодняшний день нотариус идет в ногу со временем, можно так сказать, да. На сегодняшний день мы с компьютером не на «вы», а на «ты» должны быть, и это, в принципе, так и есть. Если говорить о новых нотариальных действиях, которые на сегодняшний день делает нотариус, то в первую очередь следует отметить одно из последних – это предоставление нотариусами документов для государственной регистрации субъектов хозяйствования, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и внесения изменений в соответствующие документы. Это уже далеко не только договор о купле-продаже, это еще и брачные договоры. Также следует отметить, что одно из нотариальных действий, которое получает развитие на сегодняшний день – это обеспечение доказательств. Это обеспечение письменных, в первую очередь, доказательств для предоставления в суды общей юрисдикции Республики Беларусь. То есть, если гражданин полагает, что та или иная информация, находящаяся, в частности, в интернете, на какой-нибудь интернет-страничке, может исчезнуть, он может обратиться к нотариусу для того, чтобы зафиксировать эту информацию. Зафиксировать скрин, сделанный. Да, зафиксировать скриншот. То есть, именно скриншот этот делает нотариус. То есть, гражданин обращается с заявлением, в котором указывает пошагово те интернет-странички, на которые нужно пройти, чтобы получить соответствующую, дойти до нужной информации. И уже нотариус проделывает этот путь. Все это фиксирует на бумажном виде, в том числе в электронном виде это может быть оформлено. И, таким образом, гражданин имеет возможность зафиксировать ту информацию, которую он увидел в интернете, на интернет-страничке. Светлана Николаевна, ну и в завершение, какую оценку дали бы работе своих коллег здесь, в Гомельской области? Это действительно профессионалы, это действительно люди, которые работают, имеют большой опыт работы, вот, в сфере нотариата, в частности. То есть, у нас большинство нотариусов с опытом работы свыше 10 лет и даже 20 лет. Поэтому оказать юридическую помощь по интересующим вопросам всегда рады. Спасибо за информацию и за интервью. Успехов в делах. Спасибо.